привет всем зрителям и подписчикам моего канала спасибо всем за ваши лайки и комментарии это очень сильно поддерживает мой канал и позволяет проекту развиваться мой канал про редкие монеты украины это основная тема они как обиходные и юбилейные очень мне нравится кстати в следующем выпуске я сниму видео о том как правильно почистить монеты и какие средства можно использовать для чистки монет из латуни и меди но этот ролик он будет отличаться тем что он будет не про монеты а про вот такие и вот старинные книги на самом деле тема книг всегда очень интересно это некоторые люди инвестируют огромные деньги в покупку старинных них это не очень старинные книги но есть определенная специфика коллекционирования таких книг как правильно выбрать какую тематику какие года лучше собирать на что обращать внимание именно все будет в этом выпуске и конечно я передаю теплый привет своей маме которая 25 лет отработала библиотекарем вот эти книги я приобрел на барахолке вот чтобы узнать какие книги стоит покупать чтобы инвестировать посмотрите этот выпуск поехали а вот представьте мир без книг меня тут лично в дрожь бросает и как-то даже застывает вокруг печальная все в миг а вы представьте мир без книг там нет их запаха закладок и звука нет что мне так сладок там нет шуршания страниц и вы представьте мир без книг вот мне представить очень сложно им нет там будет невозможно а как бы вам жилось без них вот такое замечательное стихотворение про книги про древние книги которые вы видите сейчас ну можно сказать девятисотых годов какие-то позже какие-то раньше и хотел напомнить по поводу конкурса в одном из прошлых видео ссылочка на видео будет сейчас сверху в подсказке или в описании там разыгрывается как книга про монеты но сейчас нет ни одного правильного ответа нужно было написать что это такое и вы прислайте много разных ответов про город примерно про год но нет ни одного правильного ответа какая страна выпускала это изделие и что это такое пожалуйста напишите мне под либо этим роликом либо тем роликом что это такое давайте я вам сделаю небольшую подсказку покажу ближе клейма до что здесь написано почитайте и попробуйте угадать какая-то страна потому что правильного ответа еще не прозвучало и в я вышлю бесплатно вот такую вот книгу с монетами это касательно вот этого изделия давайте перейдем теперь к книгам перейдем к теме книг можно рассказать что сейчас вообще почему тема книг коллекционирования интересно она была интересна во все времена во все годы и наши сегодняшние правители тоже увлекаются как пронизывается букву букинистика называется это хорошее идеальное вложение денег как в книге у меня нету настолько древних книг вот похвастаюсь одной из сейчас я покажу вот это одна из самых моих таких гордостей так книга 861 года титульного листа не имеется это песни собрания рыбникова рыбников собирал былины все россказни сказки все 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 потом его почитатели выпустили вот эту книгу 1861 году время до владимира богатыри старшие и чем интересна эта книга она интересна с исторической точки зрения вот то что мы изучаем по истории мы можем сопоставить то что здесь изложено например вся книга здесь прослеживается например святая русь великая руси вот москве ну а питере не слова о том что это столица святая русь и везде городки в стольный город киев вот об этом говорится не киевская русь не там москва столица а вот великая русь и стольный город киев но тут все и амурами обо всех наших и ольги и олеги вот очень интересно супер зачитаться можно и сравнить и сделать выводы вот это историческая запечатленная правда скажем так поскольку потом преподавалась и так и не так и вот а здесь все о богатырях и русь великая русь и и садко а вот москва отдельно но она не называется стольной не стольная стольный город киев как-то так и к москва называется просто каменная вот каменная москва и все белокаменная каменная но не день упоминаться что-то стольный град москва этим тоже как-то так гордость вперед а вот такой вопрос еще по этим книгам вот дальше какие тут еще с как понять ценность той или иной книги вот с точки зрения инвестиции вкладывать в нее деньги какие еще книги так вот то что я показала книги особой ценности до 1861 года ценятся дальше идет тираж каким тиражом была издана та или иная книга если тираж 1000 3 тысячи 5 тысяч то это нужно искать вы видите в каком они состоянии это 899 книга но видно что человек работал нужно 1860 и и раньше да да но это редкость опять же такие это такие редкие вещи они достаточно дорогостоящие и не везде есть датировка за туда не дата а тираж титульные листы как правило выдергивались по году почему но потому что преследовались все эти литература революционная преследовалась вынуждены были люди отрывать и титульные листы для того чтобы их не вынуждали что еще что-то за книги так смотрите вот это тоже интересная кстати книга она специфическая железобетонные сооружения 8 912 год для учащихся и практикантов но из этой книги по листах не прочитав ее я поняла насколько мы дремучие вот железобетонные эти все конструкции пришли к нам из америки и англии они были запретены где-то в 1850-х годах но в общем-то небоскребы начались после этого времени в америке и строится вот и оказывается здесь два тома это полное собрание и у нас тоже они строились тоже уже с девятисотых годов у нас были то что сейчас там кто-то покупает квартиру горе тут не было достали на железобетонных конструкций да нет были железобетонные они были примитивными но они были и вот архитекторы современные могут вполне пользоваться этими формулами материал это изменились но вот эти которые были в америке небоскребы сколько лет уже стоят по этим формулам вот еще даже ну вот смотрите например вот они примитивные такие блоки вот это железобетонные блоки я кстати в таком же квартире живу а что еще что еще здесь от история древнего ясно что очень интересные книжки связаны с монетами всегда книги связанные с древними монетами довольно дорого стоит на аукционах везде кстати говоря у меня где-то есть каталог но он после дореволюционной до военный вот надо будет поискать он промелькнул его отложила и все и вот такие вот психология ну вот эта медицинская тоже литература есть еще много книг и медицинских или заград да это вот шестнадцатый год петроград тоже это все современное на сегодняшний день переиздается и профессионалов ценится прямо такая бумага фактурно интересно а вот я вижу футбол а что за футбол тематика футбола знаю интересно люди вы импелы собирают значки а книжки вот те люди которые собирают вы импелы значки они покупают вот такие книги что это вообще за книга совершенно верно и так коллекционная не назову но очень мало их в интернете не найдете скорее всего у меня каким-то чудным образом полистайте что это за количество что не в что в них вообще показывается это книга 950 года здесь а футбол а футболе об играх на командах существующих но то что вы в интернете можете не найти расчет игр да вот заполнялись они вручную даже календаре вот этих игр у меня тоже есть в количестве описывается кто судил какую игру с каким счетом там и есть составы команды это но кто футболом увлекается это нечастые книги тут и сорок шестой год но вот со времен что дальше какая еще но это тоже о футболе это чуть-чуть иная может быть в инструкции там обучения футбола тут получается нет это вот больше футбол кубок то есть какие-то конкретные конкретные матчи увлекались в советском союзе очень серьезно футболом вот выпускались календарь и которые заполнялись вручную пытались тоже угадывать списки команд и вот например вот вручную заполнена до таблица видите пятьдесят первого года тогда спасибо еще а какие еще книги вот вот ценятся вот с чего начать тогда вот свою коллекцию книг посмотреть на тираж смотрим на состояние тираж год да то есть год если до 1860 это уже интересно с точки зрения прямо инвестировали надо вот кулинарная тематика кулинарная очень тоже востребованная у меня на сегодняшний момент нету может показать репринт на издание есть одно кулинарное а давайте давайте сразу что-то за 2 как раз увидел что есть те книги ну вот это вот репринт образцовая кухня домашнего хозяйства здесь рецепт репринт репринт это то что издавалось один в один уже после революционные годы но не что первом например после развала советского союза бросились и издавать эти репринты это 91 года берется книга старая 900 1900 года и один в один переиздается как она была просто какие цены вот книжки в футбол вот это вот психология как правильно оценить в с точки зрения денег такую книгу сколько она может стоить он вот это тут зависит зависит от много чего зависит от но множество факторов зависит и вплоть до курса доллара все это зависит состояние финансовое наше это что за книг так вот эта книга тоже моя одна из любимых ходячие меткие слова михельсон это составитель словарей всяких разных вот тут на любой странице можно открыть дело в шляпе например вот мы открыли что это значит откуда это пошло например дела давно минувших дней то что в обиходе до сих пор может быть дым коромыслом например дыхание сперла тут что не возьми любую страницу открой и мы можем первоисточник найти откуда это пошло то ли какой-то писатель высказался в каком-то произведении то ли в какому то ли в песне в какой-то было откуда это все пошел вот интересно просто метеор вот почему начали называть очень много конечно уже на сегодняшний день вышло полистать и на любой вообще окей хорошо и тогда вот завершая этот выпуск про книги что можно подытожить из чего стоит начать коллекцию если хочется вот так ребят но к чему тянется ваша душа с того и нужно начинать кто-то собирает литературные произведения кто-то собирает словари кто-то собирает архитектуру кто-то живописные какие-то вещи собирает в литературе кто кулинарные опять же таки это по интересам но чем старее книга тем она ценнее чем меньше тираж тем она тоже ценнее есть книги вот после девятисотого года постараюсь может следующему разу подготовить такие 35 тысяч экземпляров маленькие маленькие тиражи маленькие тиражи они тоже этим цены сохранилось немного окей вот так немножко мы рассказали про такие древние книги это шиллер это немецкая книга тоже есть у нас любители и почитать старый готический стиль и такой не все немцы кстати могут читать правильно переводим на сегодняшний момент это старый это тоже понял ну что ж друзья пожалуйста пишите ваши ответы что же это такое здесь комментариях и получите замечательный вот такой каталог с монетами до новых встреч давайте завершать всем пока